Аэропорт Владивостока встречает гостей и участников международных спортивных игр «Дети Азии». Воздушная Гавань-Приморья планирует обслужить более трёх тысяч человек, включая волонтёров, гостей и спортсменов. Во Всероссийском детском центре «Океан» собрались участники седьмых международных спортивных игр «Дети Азии». Соревнования пройдут на всех крупных спортивных площадках Владивостока, а отдыхать, набираться сил и готовиться к выступлениям ребята будут в деревне спортсменов, которая расположена на базе детского центра. Заезд участников события стартовал 22 июля. С тех пор в детский центр ежедневно прибывают новые делегации. Большая часть юных спортсменов приехала в среду 27 июля. Ребята расселились по жилым корпусам, познакомились с территорией детского центра. Настрой, можно сказать, боевой, чтобы просто хотя бы улучшить свои результаты. Думаю, будет всё отлично. Я думаю, что у меня будет масса буря хороших позитивных эмоций. И я очень хочу завести новые знакомства. Подготовка к детям Азии началась заранее. Ещё в ноябре 2021 года в «Океане» прошёл масштабный семинар руководителей делегаций стран-участниц международных игр. Всё это время в центре велись ремонтные работы. Готовность к мировому событию проверяли губернатор Приморского края Олег Кожемяка и глава города Владивостока Константин Шестаков. Для ребят подготовлена насыщенная программа. Конечно, основные моменты это будут тренировочные, потому что прежде всего дети приехали на игры «Дети Азии». У них идут очень много соревновательных моментов. Но Всероссийский детский центр «Океан» подготовил для них отдельную программу. Это будут различные мастер-классы по всем направленностям дополнительного образования, на которые дети в зависимости от своих желаний будут приходить. Кружки у нас всегда будут открыты, в любое время будут ждать детей. Помимо этого, у нас предусмотрено знакомство с русской культурой, с русским языком, предусмотрены непосредственно дни проведения национальных кухонь. А по вечерам участники соревнований будут собираться в амфитеатре центра, чтобы узнать имена победителей в прошедших состязаниях, а затем окунуться в праздничный калейдоскоп. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.